Друзья мои, прислушайтесь, школа умерла. И если новая школа не возродится, то можете готовиться к Третьей мировой войне, потому что война рождается сначала в необразованных мозгах, в мозгах, не имеющей логики и структуры. Нельзя изменить сразу всю школу. Можно изменить детали, из которых выстроится школа. Однажды я в детстве прочел басню Крылова «Ларчик» и очень обиделся на Крылова. Помните, там басня «Привезли заморский ларец, никто не может открыть». Искали секрет, и вдруг заканчивается басня, очень странно обрывается. А Ларчик просто открывался и обиделся на Крылова. Он был ленивый, толстый. Он в основном все басни в постели писал до трех часов дня. Вечером выезжал, если узнавал, что пожары где-нибудь в Москве. И ждал, пока все не сгорит, прямо из коляски наблюдал. Ну, гениальность, она падает куда угодно абсолютно, вот как зерно. Но басни-то гениальные. Но я обиделся на него. Видимо, уснул все-таки и не дописал басню. Потому что если просто, то какая система открытия Ларчика? Простая, а не сложная. Искали секрет, а у него задвижка. Нет, я понял, в чем дело. Кто-то когда-то однажды неправильно произнес последнюю строчку, и вся басня полетела. Все говорят, а Ларчик просто открывался. А нужно говорить, а Ларчик просто открывался. И если мы поймем такую, казалось бы, крохотную деталь, мы поймем совсем другую школу. Почему я говорю, школа умерла? Да потому что школа 10 лет занимается всем этим. А потом, что же потом? Вот здесь выступал мальчишка талантливый, креативный, 16-летний. Но в нем, как в капле воды, все беды нашей школы. Он всю школу мечется и не знает, кем он будет. А ведь на самом деле учить-то надо было его не предметом, а линией, ассоциативному мышлению, дать парадигму образования, создать образ. Мы напихиваем наших несчастных детей, как мешки трухой, какими-то газетными обрывками, лозунгами, флажками, отбрывками от мороженого, с окурками, набрасываем всю информацию, потом завязываем мышок, и куда его? На свалку. Потому что задача-то зажечь, а не напихать эти бедные несчастные дети. Я приведу пример. Я сейчас за то короткое время, которое мне отпущено, зайду в разные классы. Вот, например, я захожу в класс, где дети не любят скрипку. Большинство детей не любят скрипку, потому что она играет симфонии в филармониях, а это все ругательство. Что же мне теперь делать? Сказать детям, как в нашей школе говорят, скрипка – это королева музыки. Ерунда. Я скажу, ребята, скрипка родилась, как инструмент шутов. Скрипка – несерьезный инструмент. Она и родилась так. Вот ее предки были тихими, они играли для графов, царей, князей в небольших залах, поэтому камерная музыка. А скрипка должна была озвучивать площади. И что она должна была делать? Смешить простой народ. Не верите? Сейчас я вам покажу двух девчонок, это я детям показываю, да? Которые разговаривают в песочнице. Одна постарше, другая помладше. Я не скажу больше ни одного слова, вы все поймете. Которые разговаривают в песочнице. И вот для того, чтобы вам это было нагляднее, я расскажу, что делают в музыкальных школах. Вот этот бедный, маленький, лишенный свободы, закованный ребенок, горбатенький уже, с отложением первых солей, берет в руки скрипку и начинает играть вот так. А после этого, пылая справедливым гневом, говорит, я хочу плавать в бассейне. Он интуитивно чувствует, что надо растворить соли. А разве неправильно начать так? Это сделает любой ребенок. А есть другие птички. А вот корова. Почему? Потому что самое естественное движение для ребенка это движение звукоподражания. Это когда скрипка – живой инструмент. И когда он приходит на урок и говорит «Привет». Это совсем другое. И у ребенка не замирают мышцы. Ребенок балуется, ребенок играет. Ему нельзя говорить о том, что вот работа. Ведь в чем проблема школы? В отсутствии мотивации. Нужно учить считать. Зачем? Мотив один. Сверху спущено. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. А ведь Шекспир сказал «Весь мир – театр. И все мужчины, женщины и дети в нем – актеры». А что, если посчитать по-другому? Слушайте, счет. Стоят маленькие дети. Я подхожу к первому мальчишке и говорю «Ты сейчас должен сказать первую цифру – один. Но с сознанием того, что ты самый сильный мальчишка в классе, и поэтому ты имеешь право только на то единственное мнение, которое всему классу. Один, скажи, ну-ка, ты самый главный, ну-ка, скажи один». Он говорит «Один!» Рядом стоит маленькая нежная девочка. Я говорю «Ты самая милая, самая нежная девочка в классе. Попробуй сказать два». Это же опасно, потому что самый сильный сказал один. «Так, чтобы он не рассердился, воспользуйся всем обаянием женщины». Она говорит «Тво-а-а-а-а-а-а-а-а». А третий мальчишка, третий. Я говорю «Ты понимаешь, ты же с ним не справишься, да? А ты влюблен в эту девочку. Ну-ка, попробуй поддержать девочку и не обругать первого сильного». Он говорит «Три». И так далее. А последний вдруг говорит «Три-четырнадцать». Что такое «три-четырнадцать»? А у него индивидуальный учитель дома. Число «Пи». Да, 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 да. Вот он уже по-другому учится, да? Он придумал, он уже пошел новым ходом, новым движением. Мои дорогие, захожу в другие классы. Пиковая дама. Ребята, старшеклассники, гимназисты. Кто пиковая дама у Пушкина? Старуха, говорят мне, графиня. Ребята, читайте эпиграф. Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Кто в тайне недоброжелателен? Кто подстраивает всю историю? Сейчас держитесь за ручки кресел. Пиковая дама у Пушкина – это его самый великий обман на 200 лет вперед. Это Лиза. Это она все подстроила, не верите? А там же четко все написано. Кто такой Герман? Немец, больной психически, который, не имея денег, не играет, но всю свою жизнь вечера проводит в игорном доме. Это зависимость. Зависимость без денег. Он объясняет, почему он не играет. Я не могу лишиться последнего в надежде обрести лишнее. Он не играет, он болен. И тогда коварный план. Двоюродный брат Лизы, Томской, рассказывает Германа историю о том, что старуха знает тайну трех карт, поставленные к ряду, выигрывает. Потом Герман обезумевший стоит у окна Лизы. В конечном итоге добивается того, что он хотел. Ему нетрудно. Лиза дает ему ключи от спальни графини. Теперь вспомним, как выглядит это помещение. В спальне графини. Из нее лестница вверх, там Лиза. Лиза говорит, ты должен прийти в спальню графини, пока она не вернется с балла, и спрятаться за ширмой. Когда она уснет, пойдешь ко мне. Ну, во-первых, начнем с того, что девочка в начале 19 века дает ключи сумасшедшему немцу. Да? Сумасшедшему. Явно видно, у нее же доза сумасшедшая. Он же ясно, что он за тремя картами пришел. Он же все время думал, как добиться, как узнать три карты, чтобы постоять к ряду и выиграть. Это же то же самое, что в больное сознание ввести самый больной образ и дразнить больного. Это же смертельный исход. И вот Герман прячется за ширмой. А по логике подумайте, почему бы не сказать, пройдешь через комнату графини, поднимешься ко мне туда, куда графиня никогда не пойдет, она не сможет подняться по лестнице. Я там. Жди меня. Я приду. Нет, он обязан стоять около графини. Все продумано. Герман достает пистолет и подходит к графине. Старая ведьма, так я же заставлю тебя отвечать. Помните, что графиня успевает сказать? Это была шутка. Клянусь им, это была шутка. После этого Герман пистолетом испугал графиню. Она умирает. Как и должна умереть. Любая, даже не 87-летняя, умрет, если ночью у вас появится человек с пистолетом. Пистолетом. И вот что же случится в конце. Давайте теперь так. Герман в сумасшедшем доме. Вот только что привезли. Он все время ходит по комнате и говорит, тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама, тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Лиза вышла замуж. Успела. За кого? Она же любила Германа. Это же всем внушили, что Лиза любила Германа. Неправда, никого она не любила. У нее давно был возлюбленный. За очень приятного молодого человека, говорит Пушкин. Он где-то работает, значит, неважно, где работает, и владеет приличным состоянием. Он сын бывшего управляющего графини. Читали? А то, что графиню все ограбили, что к смерти она лишилась своего самого крупного в Москве состояния, читали? Значит, все же становится понятно. Но самое главное в конце. Томский произведен в ротмистры. Сразу в полковнике. А вы, наверное, знаете, по табельу о рангах, для того, чтобы стать ротмистром, нужно внести 100 тысяч рублей. Где он их взял? Он был беден, как церковная крыса. Там же гениальный детектив, неразгаданный. Представляете, какой сюжет? Как это все на самом деле? А где школа? А почему школа не работает? Почему она уже теперь объявляет всех великих, грандиозных русских поэтов, писателей, чем-то устаревшим, ненужным, или таким скучным, что это надо изучать? Гоголь когда-то, когда написал «Мертвые души», он не отправлял в редакции и не отправлял текст. Он сам приезжал к друзьям и читал. А знаете почему? Ему нравилось, как они падают под стол сосьмеху с первых же слов. А мы падаем сосьмеху, когда читаем «Мертвые души». Давайте начнем. В губернский город НН въехала бричка. Все, все читатели падали под стол. Знаете почему? Потому что если зашифровываешь город, то нужно писать «Н». А почитайте в «Мертвых душах», там «Лизонька Манилова». Гоголь дважды пытается спросить «А Лизонька?» Я должен вам сказать, что Лизонька Манилова, а впрочем, о дамах я боюсь говорить. Второй раз через несколько строчек. Между тем Лизонька Манилова молчит опять. Вернемся к нашим героям, говорит. Почему? А потому что Лизонька Манилова коррегирует с Натальей Павловной из «Графа Нулина». Потому что они обе учились в благородном пансионе. А вы помните, чему учили в благородном пансионе? Там, когда Гоголь это читал, люди уже не могли говорить, дышать не могли от смеха. Помните, Лизонька Манилова училась в пансионе. А в пансионе три главные предмета. Помните, один – это хозяйственная часть. Бязание кошельков. Второй – это игра на фортепиано для доставления удовольствия мужу. А третий – французский язык для того, чтобы разговаривать с мужем. Но есть, говорит, уже очень современные пансионы, где мысль пошла далеко. Там сначала фортепиано, потом французский язык и только потом хозяйственная часть. А есть третий – пансионы, говорит. Там начинается все с французского языка, потом хозяйственная часть и потом фортепиано. Уже тогда в России говорили о реформе образования. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще последнее. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто писал в сочинении «Татьяна русская душою»? Ого! Писали, да. А какое вы право имели перевирать текст Пушкина? Там такого нет. Там написано «Татьяна», скобка открывается, «русская душою, сама не зная почему». Скобка закрывается. С ее холодную красою любила русскую зиму. У кого холодная краса? Пушкин опять шутит. У Татьяны или у зимы? Потому что если скобку убрать, то Татьяна с ее холодную красою любила русскую зиму. А почему она не знала, что она русская душою? А потому что вот это самые запретные строчки были в школе и сейчас для Евгения Онегина. Расчет учителей был прост. Ребенок не прочтет Онегина. Не будет читать, да еще и вдумываться. А давайте поймем, почему она не знала, почему. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Это про Танечку-то нашу. Про милую, про голубушку, про любушку. Вот оно. Я не успею вам рассказать про свою школу. Я только скажу несколько знаков. В моей школе каждое понятие связано с соседним. Идет как дерево. Вы берете яблоко, как плод. Это ботаника. Вы разрезаете яблоко вот так, там золотое сечение. Это Леонардо да Винчи. Это Нотр-Дам. Это золотые сечения в нашем теле. Смотрите, Москва как много в этом звуке для сердца. Русского слилось. Думаете, случайно? Специально? Случайно? Сердце на пульсе у Пушкина. Давайте так. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется утючево. Это что, случайно? Нет. Не случайно. Золотое сечение. Числа Фибоначчи. Математика. Итак, яблоко. Там золотые сечения. Там звезды. Золотые сечения. Помните, во всех яблоках на планете Земля золотые сечения. Как и в нас, в людях. Значит, мы рождены божественными. Это божественная пропорция. Как можно этого не сказать и не знать? Дальше. Яблоко. Адам. Ева. Кто виноват? Ева виновата. Да, мы говорим, Ева согрешила. Ничего не согрешила. Она просто хотела, чтобы на Земле появился Бах и Рембрандт. Потому что пока мужчина не начнет читать любимые стихи, а любимые не начнет испытывать возбуждение от мысли, от искусства, от культуры, от духа, от поэзии и вдохновлять не будет цивилизации. А потом Лейбниц когда-то сказал, он говорил, имел в виду школу будущего, конечно, он сказал, музыка – скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет сама того не зная. Как можно в школе урок музыки отделить от урока математики? В моей школе география – это место, история – это время, а наука и культура – это заполнение места и времени. Толеран когда-то сказал, что такое Франция, убери из Франции сто имен, и Франции никогда не было. Вот почему школа должна выстроиться на сто именах, она должна выстроиться на духе, она должна выстроиться на парадигме знания, на ключе к познанию, на цепной связи всех явлений и понятий. Зачем изучать Данию? Кому она нужна? Нужна только по одной причине. Там жил Андерсон. А где он жил? В Дании. Вот теперь другая Дания. Дания, в которой жил Андерсон. А почему у него гибнут все герои? Почему гибнет оловянный солдатик? Почему гибнет? Ну все, ну все. Балерина сгорает в огне. Помните, как у нас в детстве сердце сжималось, да? Когда балерина погибла. А почему у него все погибают? А потому что у него была одна любовь в жизни, безответная. И все. Навсегда один раз не получил ответ и остался долговязый, гениальный, одинокий. Вот где Дания. Вот где он жил. И вот попутно идут города, истории, страны, любовь, жизнь, красота. Как можно оторвать? Хоть один учитель географии пришел в класс и спросил, что у вас было на истории. Никогда. Вот и рождаем детей в школах с клиповым сознанием. Поэтому вся школа массовая и бессмысленная. Она умерла на глазах. Потому что школа должна создавать цельного человека, затрагивая и эмбрион, и то, что мы унаследовали от лягушек и жаб. Все части. Эмоциональную, интеллектуальную, эротическую, смысловую, тайнинственную, могучую, логические структуры. Все вместе. Давайте строить школы. Давайте учить детей. Обнимаю вас. Спасибо. Спасибо.